Всем привет на моем небольшом канале, для тех кто видит меня впервые. Меня зовут Яна и сейчас я проживаю в Мумбаи, в Индии, со своим супругом из Индии Халидом и маленькой дочкой Амелии. Мы сегодня на самом деле вышли на базар и я хочу взять вас с собой, чтобы показать вам, какие овощи у нас сейчас продаются, овощи по возможности еще и фрукты. Да, сезон чего сейчас, а также сколько это всего стоит. Вы у меня спрашивали в комментариях, я вам сейчас покажу. Заранее скажу, что когда я говорю рупи, это значит, что плюс-минус только же рублей. Ну, в общем, все как всегда. Пойдемте. И вот они, мои человечки, пошли впереди нас, Халид обратно, Ветта, Милюшка и сам Халид. Навет. Банечка. Гляньте, гляньте, это кошечки на вида, которые он кормит. Всю дорогу на него прыгают, балуются. Сейчас февраль и в Мумбаи уже стало жарко. Я помню, когда я первый раз прилетела в Индию, это было прям 1 января, и было прям замечательно, холодно. Ой, я вообще прям обожала такую погоду. Мне казалось, что в Индии зимой именно так. Но сейчас какая-то аномальная, мне кажется, жара, потому что постоянно жарко, и даже в январе не было прохладно, как я ожидала. Конечно, всяко лучше, чем в марте, это вообще там невыносимо, но все равно. Сейчас мы с вами идем на мини-пазарчик, куда постоянно Навет приходит, как раз-таки за свежими овощами. И я вам все покажу. Ну, вот она как раз наша лавочка. Этот молодой человек вообще учится в школе, и вот так подрабатывает, помогает отцу. Овощи уже все накрыты, потому что стоит жарище, и овощи не должны испортиться, поэтому их обрыскивают и накрывают вот такой вот тряпочкой. 10 рублей стоит вот такой шпинат. 10 рупий, да? 10 рупий. 60 рупий. 60. 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 10 рупий за пучок мяты 20 рупий за красный шпинат 25 рупий за одну кукурузину и вот такие у нас маленькие лимончики 160 и 130 за полкило 10 рупий и 40 рупий за имбирь полкило, конечно же 50 рупий за вот такой лук я сказала, надо брать, будем делать салат 10 рупий за 1 кукурузину 10 рупий за лук 10 рупий за 1 кукурузину и он бросает и сколько про банку? 10 рупий за 1 кукурузину 40 рупий за вот такой мешочек кукурузы это собачка которая на вид тоже кормит а это уже пророщенные бабы халидо брат хамза очень любит салаты из подобных поэтому мы решили ему взять сюда если вы помните в прошлом году мы ходили не раз за одеждой мне и и и и и и За все, что мы набрали, мы заплатили 135 рупий. А сейчас Мальчик расскажет о себе. На обратном пути зашли в магазин вот такой вот, я не знаю как правильно, хозяйственных товаров. Мне нужна была сушилка вот такая круглая с прищепками. Она нам вышла в 250 рупий. Потому что мы сейчас будем сушить плотно. Мальчик расскажет о себе. Уфи, фрис. Здравствуйте! ну вот такой взяли за 250 рублей на 24 прищепки очень даже удобно ну ладно овощи купили все купили а теперь поехали смотреть квартиры и перед этим я хочу вам показать новые дороги которые мне безумно понравились каждый раз вижу этот дом и ужасаюсь пока мы ждали халида родители мы с милюшкой забегали в уборную вот такую старую больницу она еще была построенным британцами больше ста лет назад а вот и родители идут чтобы бабушка с дедушкой залезли принесли на молочные продукты это молоко с орешками а это у нас ну ладно все погуляю пойдемте смотреть квартиры это халит смотрел за день до первая квартира 1 обходилась нам в 9 миллионов рупий но плюс-минус столько же рублей если честно мне не очень было здесь комфортно но тем не менее квартира и квартира мне она показалась очень маленькой и не совсем удобной при покупке квартиры все уводится вся мебель все 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 вы получаете голые стены эта квартира чуть выглядит побольше но на самом деле потому что она пустая хотя и аккуратная она стоит семь с половиной миллионов и здесь как видите дядечка нам ее пытался прям очень сильно продать потому что мы могли вон там надстроить немножко крышу и у нас будет большой балкон то есть таким образом сделать трущобы это прямо из квартиры да почему вы и нет собственно говоря окна открывается в соседние окна как видите вон там уже видно другую семью кошмар конечно я очень не люблю такое а потому что у меня прям начинается какая-то клоустрофобия мы жили а в такой квартире мне было конечно очень тяжело пока из всех квартир мне понравилось вот это но халиду она понравилась меньше всего но уж очень активно дядечка пытался нам ее продать и чтобы мы здесь сделали достройки постройки и были счастливы и вот это последняя квартира который мы смотрели она стоила в восемь миллионов но около восьми миллионов вот как раз таки здесь мне уже прям показалось что она очень маленькая и здесь конечно нужно будет делать ремонт все переделывать все перестраивать переставлять поэтому эта квартира под вопросом совершенно вот я как и как я и сказала из всех квартир мне понравилась вторая вам какая пишите в комментариях зато у этой квартиры вот есть детская площадка можно выйти и с ребенком и поиграть что конечно же является редкостью вообще в нашем городе дезинформировала вас 4 квартиры это была последняя квартира четвертая она стоила чуть больше 9 миллионов здесь тоже конечно же требуется ремонт и прочее но квартира мне очень понравилось что здесь и есть выход вот такой на балкон с кухни будет продувать будет очень хорошо потому что на индийских кухне конечно невероятно жарко еще один плюс этой квартиры в том что здесь два туалета это прям очень удобно и здорово я такое люблю ну вот и все а после этого чудесный дядечка который разливает чай смотрел новости про мистера модю и наливал нам теплый вкусненький чаек ну вот и все друзья мы уже дома сила нас покинули поэтому много говорить не буду до завтра пока пока ну 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 но ну 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 Субтитры создавал DimaTorzok